Доброе утро, пацанчики. Я в лифте. В общем, есть работа, а сейчас у нас 7 часов. Также машинку надо помыть, потому что я сдаю ее в аренду. А ехать далеко, она припаркована далеко. Поэтому вот такие дела. Сейчас быстренько едем туда. Она припаркована там, где я раньше жил. Поэтому надо туда съездить. Сейчас здесь парковать вообще негде. Сейчас надо съездить, помыть, пофоткать и ехать на работку. Которая только что... Он говорит, можешь пораньше приехать? Я не могу, я еще только спал. Что, все, и летим. В общем, закончил я. Повесил, снял вентилятор, повесил люстру. Но работа нелегкая, потому что под... Где выход? Под потолком, понимаете? А все, что под потолком, оно достаточно сложное. Потому что я на весу и вентилятор тяжелый, и люстра тяжелая. Ну ничего, я справился, где-то часик ушел. Так, не спеша. Он мне помогал немножечко. Ну как помогал? Сидел, включал переключатель. Там еще проблема, что у вентилятора же лампа есть. И он... У него несколько выключателей. То есть выключатели-вентиляторы для света. Опа. Поэтому вот такие дела. Там пока угадал, какой. Робот. Ну что, он не хотел. Он и так, и так включался. Куда ни кинь, оно включалось. Но он не хотел, чтобы выключатель, который включал раньше фен, включал и свет. А хочет другой. Короче, там заморочка была. Здорово, еще раз. Пришла сегодня работа еще. Поменять вот этот вот картридж. Маленький. Вода течет. Там недопонимание произошло. Я говорю такое, а это с фильтра с воды. Я говорю тебе... Ну, он говорит, капает что-то. Я говорю, тебе надо поменять картридж. Он говорит, окей. Но я его менял, говорит, три месяца назад. Три месяца назад я его менял. Я думаю, он сам картридж менял, что он мне туда пишет. И он мне скидывает картридж, что он поменял фильтр. Вот для воды сам. А не вот эту штучку. Я говорю, чувак, вот это картридж. Он такой, говорит, я сейчас еще раз поменяю. Ну, надеюсь, это поможет. И потом скидывает мне фотку самого картриджа. А там надо вот эту. Она выглядит как новая. Странно, что она испортилась. Потому что кран там за 500 баксов. Ну, хороший. И вода фильтрованная. То есть она не должна портиться. Но... Странно. Повезло еще, что хоть знаю, что делать. А если б не знал, то че. На доставке бы работал. На трак бы пошел. Дороги ужасные. Просто ужасные. Они, короче, снимают, ямку копают. А потом такой металлический здоровый лист накладывают. И стык он там может быть большой достаточно. И стык вот этот никогда не заделывают. И ты просто колесом врезаешься в острый стык. Какие делишки. Сейчас покажу в Home Depot вам все. Короче, специальные ищем. Нам нужны картриджи. Вон там, наверное. Сейчас мы как найдем Home Depot. Вот такое. Люблю Home Depot. Надеюсь, что у них есть он. По-моему, это вот здесь. Очки снимем. Вот они. Опа, опа, па. Совсем... Совсем большие. Не знаю, надо искать. Надо искать. Они все стандартно большие. Такое дела у нас. Совсем маленькие, видите? Ладно, сейчас положу здесь поищу. Короче. Естественно, не было. Естественно, не было. Это специфический какой-то картридж. Картридж. Секунду. Я... Заменил резиночку. Но я думаю, что там, если вот эти вот керамические штучки, то, конечно, не поможет. Но так чуть-чуть резиночку поменял. Может поможет, может нет. Но вряд ли. Там заказывать надо. 50 баксов стоит, кстати. Вот такой маленький картридж. Они по 9 большие. А вот этот вот 50. Потому что кран стоит 500. Я думаю, из-за этого. Сейчас попробуем. Бывает, что достанешь, вставишь заново и перестает. Да, вы знаете, такие случаи. Что я могу сделать? Купы едут. Или пожарные. Пожарники едут. Короче, вы знали, что в Америке в первую очередь приезжают пожарные, потом копы, а потом уже медики. Ну, вот если вам плохо стало, сначала пожарные, потом копы, потом медики. Потому что у пожарных больше всего, ну, ближе они расположены. У копы патрулируют, потом они следующие приезжают. И медики в больнице режешь находятся. И поэтому вот такой разброс. Но копы-то вряд ли что-то сделают. А пожарные у них, они же приезжают не на здоровой машине, хотя могут и на здоровой приехать машине. Они приезжают на такой будочке, как скорая такая же будка. И там есть, они могут откачать тебя, пока медики не приедут и не заберут тебя в больницу. Вот так. Чтобы вы знали. В общем, еще хочу рассказать хотел по поводу возврата в США. Работает отлично. Я, в общем, купил удлинитель. Я им пользовался, но он херовый. Я не тот купил, короче. Я его выпачкал весь. Я прихожу, говорю, вот так, вот так, вот так. Пользовался. Но понял, что он не тот. Что мне надо. Она говорит, без вопросов. На тебе твои 17 баксов. И все. Почему бы и нет. Удобно? Удобно. Все, я иду к клиенту. Доброе утро, пацанчики. В общем, ресет на унитаз только что. У азиатов дело было. Она мне такая звонит, говорит, а у нас льется вода с потолка. Ты можешь открыть стену, посмотреть. А я вижу, что у них рядом унитаз. Я говорю, на втором этаже кто-то живет? Или там что? Она говорит, да, живут. Я говорю, а у них унитаз там же? Она говорит, да. Я говорю, так это унитаз течет. Она, да, точно. Я говорю, ну, ты закрой, пожалуйста, воду на унитазе сверху и слей бачок. И подожди. С утра я приезжаю, она говорит, да, вот слушай, вот как я так сделала, как ты сказал. И оно высохло все и перестало литься за ночь. Я говорю, ну, значит, унитаз. Открываю унитаз, поднимаю, ну, снимаю его. И там все в воде. Ну, такое уже ваксовое кольцо, восковое кольцо испортилось. Я поставил новое, просушил, все сделал по-человечески. Должно работать. Такие дела. Тоже, с азиатами мне не очень нравится работать. Они, они нормальные, но они всегда смотрят. Вот она стала и смотрит, фоткала, мужу отправляла. Смешно. И они пытаются разобраться во всем. Тоже это мне не очень нравится. Они, типа, а это зачем? А вот так ты зачем делаешь? Ты сидишь и объясняешь, почему ты так делаешь, а не иначе. Но вообще, как бы, с азиатами нормально работать. Они не будут, они никогда тебе не, если даже не довольны, чем-то они не скажут тебе. Нормальный опыт, считаю. У нее, говорит, много работы там есть. Еще будем работать потихоньку. Козел не впустил меня. Азиат, пока. Азиаты плохо водят еще, кстати. раз уж мы про азиатов начали говорить, потому что здесь даунтаун, ой, даунтаун, здесь скорее таун. И вот азиаты очень плохо водят. Чуть-то они как-то вообще не бум-бум. Куда ехать и как ехать вообще. Такие делишки. Пресетать унитаз очень легко. На самом деле, если фленч не надо менять, то есть переходник с трубы на унитаз, который держит унитаз. По сути, унитаз держится на двух болтах и на силиконе, а прокладка там это кольцо восковое. То есть и все. Восковое кольцо портится, все, надо его менять, он начинает течь. Если вот не вовремя заметили, то сгнил фленч, который держит, его тоже заменить. Его посложнее заменить, в зависимости какая труба еще стоит, пластиковая или чугунная. Но вообще, в принципе, нормалек все делать. Там чувак в комментариях писал, типа, надо аккуратненько восковое кольцо очень нежно делать. На самом деле, можно и два восковых кольца положить одно на одно. Так делают и нормально. Поэтому нет тут ничего такого. Да, если ты будешь двигать этот унитаз, то оно что-нибудь сдвинется, но так оно не должно, если ты все нормально и аккуратно делаешь. Вот так. Там появились в Хомди подороже чуть-чуть резиновые эти переходники. Они подороже, но не знаю, как бы использовать их. Написано, типа, замена восковому кольцу. Тогда просто резинка будет переходить. Но, скорее всего, когда ты только ремонт сделал, там все в идеале, тогда можно использовать. С восковое кольцо высоту может, если у тебя плитка там ниже. Вообще же оно вровень должно быть с полом, но если у тебя плитка ниже, то восковое кольцо как бы надо потолще покупать. А с резинкой я не знаю, еще не работал, попробуем как-нибудь. в effective толом и тяжело 出去 сделайте почему Allow ноги чтобы перон Продолжение следует... 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 Продолжение следует...